Бытие 39.1. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей, и был Господь с Иосифом. Подчеркните это. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. В расширенном переводе второй стих передан так. И был Господь с Иосифом, и хотя он стал рабом, он преуспевал и процветал. Внимание! Кем он был в тот момент? Успех к нему пришел не из-за места работы. Так и ваша должность не должна быть препятствием для успеха. В Библии не говорится, что Иосиф был успешным человеком из-за того, что он был условно врачом или адвокатом. Его успех не зависел от места работы. Общепринятая форма успеха и его Божий формат — вещи разные. Слагаемое общепринятого успеха — что ты скопил, что у тебя на депозите, какие у тебя связи, и как на тебя смотрит мир. Частенько мы заглядывались на все это и пытались достичь. Но настоящий успех, дамы и господа, приходит от Божьего присутствия. Иосиф, даже будучи рабом, был успешным и процветающим человеком, ведь с ним был Бог. Если мы, рождены свыше, приняли Иисуса Господом, Спаситель с нами, Библия называет Иисуса Эммануилом. Как переведем это? Бог с нами. И снова я повторяю, что вы человек успешный. Если Иисус действительно с вами, то вы успешный человек. Здесь и сейчас, сегодня. Кто-то, услышав меня, сетует, «А я не вижу успеха. Друг дорогой, я пытаюсь изменить ваше видение. Вы должны увидеть себя успешным, ведь с вами Иисус». Скажите громко, «Я успешный, потому что со мной Иисус». Теперь скажите это тем, кто рядом, «Я успешный, потому что со мной Иисус». Повернитесь к другому и скажите, «Я успешен, потому что со мной Иисус». Итак, уровень вашего процветания и успеха зависит от меры Божьего присутствия в вашей судьбе. Если вы умрете сейчас, значит, вы умрете успешным человеком, весь с вами Иисус. Интересно. Что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а потеряет душу свою? Умрет сегодня тот, кто стяжает земные блага. Какой у него будет успех? А в вашей жизни, Иисус, если вы умрете, то покинете землю успешным человеком. Можно я кое-что скажу? Если вы доверяете пребывающему с вами Иисусу, то Он сделает вас успешным, где бы вы ни были. Аллилуйя! И поможет приносить плоды успешной жизни. Я знаю, о чем говорю. Иисус даст вам процветание. Ведь вспомните о жизни Иосифа. Господь был с ним. Я говорю это не для того, чтобы вы дежурно улыбнулись. Слава Богу, что он был с Иосифом, и он был успешен. Иосиф имел успех в доме, на поле, в тюрьме, и потом все обернулось так, что он стал вторым человеком в государстве. И все благодаря Богу, бывшему с ним. Я говорю, вы успешный человек, с вами Иисус, не для того, чтобы вы, услышав это, ничего не ждали от Бога. Но чтобы, вспоминая о причине вашего успеха и процветания, вы знали, что Иисус даст вам то, что кроме Него никто другой дать не сможет. Аллилуйя! Когда вы получаете благословение, Его даятелем является никто иной, как Иисус. А Иисус дает только хорошее. Пророчествую, Иисус даст вам то, что никто другой дать не может. Вам говорят, «Разве ты не сдался?» Вы скоро потрясете окружающих, когда спросят, «Как тебе это удалось?» Вы ответите, «Со мной Господь». Пусть это укоренится в вашем христианском сердце. Иисус даст вам. Это должно быть самим, чем ты. Итак, 6 глава от Матфея. Вперед! Я с успехом проповедую, ведь со мной Господь. Друзья мои, за исключением прошлой проповеди, возможно, это моя самая важная проповедь. Иисус. О! Так вот. Стих 24. Читаем 24 стих вслух. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Авторы нового американского стандартного перевода переводят мамону словом «деньги». Ладно, если бы это была незначительная неточность, но здесь налицо искажение смысла. Мы годами использовали этот перевод и искренне думали, что речь идет о деньгах. Так началась путаница. «Ладно, я христианин, деньги есть, и что теперь я буду с ними делать?» Но здесь речь идет о чем-то гораздо большем, нежели о деньгах. Мамона это нечистый дух, который схватывает и порабощает людей через деньги. Мамона, прежде всего, давайте запишем «это нечистый дух». Поэтому и употреблено это слово. «Это нечистый дух». Он схватывает душу человеческую и порабощает ее. Он действует через деньги. Ваше отношение к деньгам показывает ваше отношение к Богу. Задержимся немного здесь. Ваше отношение к деньгам открывает то, как вы относитесь к Богу. Рассмотрим тему «Дух мамоны». «Вы не можете служить и Богу, и мамоне, ибо или одного будете любить. Когда любишь одного, автоматически ненавидишь другого. одного будешь держаться. А когда держишься одного, само собой получается, что будешь презирать другого. Все ясно. Мамона есть дух, что борется за главное место в вашем сердце. отчего он нечист? На первом месте должен быть Бог. А дух мамоны хочет все извратить. Он использует деньги как приманку, чтобы вы начали искать сначала их, и только потом Бога. Дух мамоны хочет поработить и соблазнить вас, чтобы вы повиновались его заклинаниям. «Работай, и будут деньги. Поставь их на первое место в жизни, после жены и дома, после Бога. Пытаясь совратить сребролюбие, бубнит. Вот что важно — искать деньги». Дух мамонный говорит, «Пойми, искать деньги важнее, чем Творца. Что делает этот дух? Уводит вас от вашего призвания и возвышает себя. Я-то важнее Божьих дел. Я знавал тех, кто решил, что им предложили много денег, поэтому они пошли за ними». Ай, потом вернусь. Вот так становится жертвой мамонны, потому что он толкает на дела, которые Бог никогда не предложил бы. «Посвященность и верность Богу». Дух мамонный в итоге охотится за вашей жизнью, чтобы контролировать и править во все дни вашей жизни и устранить с пути изначальную истинную цель — Богоискание. он навьючивает на вас, внушает работать на износ. Такова пропаганда мамонны. Новое поколение называют его духом суеты. Дух мамонны — это «беспокойное я, успокой ты меня». Он постоянно внушает, «ты должен сделать то и это, чтобы заработать». Вы спрашиваете, «Так разве я не должен прилагать усилия, чтобы зарабатывать?» Вы не поняли, как зарабатывать согласно воле Бога. Ведь мы так пропитаны этим миром, что дух мамонны указывает поступать так, как хочет он. Мамонна отдает распоряжение. Даже в служении такое бывает. Самое важное — спросить себя, «А что Бог думает об этом?» Так мы чтим Его. Хочет ли Он, чтобы я сделал это? Если хочет, то идите, ведь это Его желание. Мамонна так вам не скажет. «Я достиг успеха, потому что туда меня привел Бог». Можно побиться об заклад, что люди, которые были призваны на служение, слышали голос Божий, знали, что с ними говорит Бог, проливали слезы радости, когда повиновались Ему. Но однажды получили предложение достаточно большой суммы. И дух мамонны овладел ими. Они отвернулись от данного Богом откровения. В общем, понятно. Это дело рук мамонны. Матфея 6,24 не ставится вопрос, будем ли мы служить или нет. В любом случае, мы кому-то служим. Вопрос, кому мы будем служить? Мы служим либо Богу, позволяя вести и направлять нас, и полагаясь на то, что Он совершит для нас, либо обольщенный нечистым духом, который действует через деньги. Да, Бог призывает нас к труду. Мамонна тоже. Но мамонна заставляет работать гораздо больше. Интересная мысль. Помните времена, когда в служении на весь рабочий день не было людей, кроме проповедника, который получал скромненькую зарплату? Все служили не из-за денег, а из любви к Богу. А теперь в мега-церквях всегда спрашивают, «А сколько заплатите? Ведь я пойду туда, куда идут деньги». Вот он, дух мамонны, тянет вас за нитки, словно марионетку. Ух! И мы оправдываемся. «Брат, вы что, не понимаете? Мне много чего надо для семьи». Да нет же. Если вы узнаете, как Бог хочет благословить вашу семью, тогда поймете, что на самом деле вам надо делать. Вы-то думаете, что зарабатываете ради блага семьи, но вы на неверном пути. Вы делаете это, потому что вы под контролем духа мамонны. Считаете, что зарабатываете ради блага семьи, но вы под контролем этого духа. Бог хочет под контролем вашей семьи. Но если бы вы зарабатывали для дома, слушая Божьи советы, то видели бы Господа и узнали бы, как Он хочет позаботиться о вашей семье. Дух мамонны направляет вас, ваши финансы и эмоции. Вы-то думаете, что поступаете верно. Вот уже блага в ваших руках, а мамонна хвать и забрал их. А вы еще усерднее начинаете этого искать. Тот же самый дух толкает людей на суицид. Он — причина всех разводов, которые происходят в стране. И Он же заставляет людей делать то, что они никогда бы не совершили. Он совращает их, но не деньгами. Сами по себе деньги не есть зло. Деньги не есть что-то плохое. Нехороши они и неплохи. Все зависит от того, к кому они попадут в руки. Деньги не есть что-то плохое. Что за дух помогает принимать решения о ваших финансах? Похоть, которая действует через них. Итак, одного будете любить и ненавидеть другого. Все христиане в зале, кто исповедует любовь к Богу, задайтесь вопросом, «Исполняю ли я то, к чему меня призвал Бог?» «Или действую под воздействием духа Мамонны?» Ведь если вы любите дух денег, то ненавидите Бога. Именно так. Если некая сумма денег может увести вас от данного Богом откровения, значит, вы ненавидите Бога и любите Мамонну. Держитесь за Мамонну и презираете Создателя. Уже ничего не значат ваши слова. Вы приняли решение. Не позволяйте Мамонне контролировать ваши решения, поступки, саму жизнь. Быть преградой между вами и любимыми людьми. Любите ли вы Бога или ненавидите, будет ясно из ваших дел. Нельзя служить и духу богатства Мамонне и Богу одновременно. Невозможно. Вы либо прилепитесь к одному и будете презирать другого, либо будете любить одного и ненавидеть другого. Изберите, кому будете служить. Есть такое отношение. Так поступают и некоторые из сидящих здесь. Вам тут же приходит мысль. Если выберу Бога, откуда буду брать деньги? Мы говорим о таком Боге, в чьей руке скот на тысячи гор. Мы говорим о Боге, в чьей ладони злато, серебро. У врат он восседает среди великих старейшин и построит улицы из золота чистого. А вы беспокоитесь. Если выберу Бога, откуда буду брать деньги? Бог продолжает говорить через Писание. Шестая глава от Матфея. Об удивительном решении, которое нам нужно принять. Бог советует, если выбрал меня, обязательно изучите с 25 по 33 стих. И я навещу тебя. «Если избрал меня, вымойте неверие из сердца, тогда избежишь неприятностей». «Если выбрал меня, тут все конкретно сказано». Стих 25. В 24-м Иисус говорит, «Изберите, кому служить, мамонии или Богу». А в 25-м, «Поэтому, если выберете меня, то сделайте вот что». Поэтому говорю вам, не заботьтесь о вашей жизни. «Если выберете меня, а я знаю, как позаботиться о вас, о ваших домашних, и когда дать деньги, вам нужно принять решение не беспокоиться о своей жизни. Когда вы беспокоитесь, вы открываете лазейку для неверия». Вспомню мужчину из Матфея 17-20, когда он привел сына к апостолам, а те не смогли изгнать из него беса. Апостолы пришли к Иисусу. Спаситель изгнал демона, и они спросили, «Почему мы не смогли изгнать его?» «Из-за неверия вашего», ответил Иисус. Он не сказал, «Вам нужно больше веры», но ответил, «Из-за того, что не верите». Оказывается, можно одновременно иметь веру и неверие. Неверие создает короткое замыкание на линии веры. Оно противостоит вере. Всем нам нужна вера с горчичное зерно, чтобы совершить все, что требуется. А беспокойство указывает на неверие. Если есть неверие, то Бог, у которого все, что нужно для жизни, Бог говорит, «Все уже здесь, поверь и возьми. Избери Меня, и можешь уже не волноваться за свою жизнь». «Изберешь Меня, уже не нужно будет беспокоиться за нее. Но если выберешь служить мамонне, то у тебя есть причина беспокоиться за свою жизнь». Давайте читать. «Поэтому говорю вам, не заботьтесь о вашей жизни, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Жизнь не больше ли пищи и тела одежды? Бог убеждает нас выбрать его. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Бог убеждает вас выбрать его. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры. Потому что неверие создает короткое замыкание на линии веры размером зерно горчицы. Итак, не думайте, то есть не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Бог говорит, «Я знаю, что вы нуждаетесь во всем этом, но, пожалуйста, не переживайте. Положитесь на меня. Я знаю, что вам нужно». Вы в курсе, что Бог знает все? Пастор, если Бог знает о моей нужде, то почему до сих пор не восполнил ее? Потому что вы ему не доверяете. Если он знает, что у меня проблема, почему не разберется с ней? Из-за вашего неверия. А неверие создает короткое замыкание на линии веры. Бог желает, чтобы вы действовали по вере. Где нет неверия, там нет беспокойства, нет никакого страха, там нет переживаний. Когда нет неверия, ты и не помышляешь о невзгодах, но думаешь о данных Богом обещаниях, благодаря которым Он и вызволит тебя. Обратите внимание на ход моих мыслей. Бог говорит, «Хочешь отправиться в путь? Позови меня, и я восполню твои нужды. Я удовлетворю все твои потребности по моим богатствам, в славе и через Христа Иисуса. Я могу это сделать. Никто лучше меня это не сделает. Никакой другой дух. Я способен это сделать. Доверься мне и прекрати переживать». Положись на меня и не беспокойся. Смотрите, что Он говорит в 33 стихе. Бог дает право выбрать. Он говорит, «И прежде всего ищите Царство Бога и Его праведности, и это все, в чем вы нуждаетесь, будет прибавлено вам». Иисус говорит, «Это вопрос приоритетов». «Вопрос приоритетов». Он говорит, «Если хотите, чтобы я восполнял ваши нужды, не подвергайтесь рабству духом Омоны, отдайте мне первое место. Отдайте мне первое место. Отдайте мне первое место. «Вот что я услышал». «Если вы сделаете это, то я приложу вам все необходимое». Обратите внимание, «У Создателя был план для нашей судьбы, но человек изменил этот замысел, погнался за благами». Бог сотворил человека, чтобы он доверял ему и искал его. Когда мы доверяем Богу и ищем его, то, согласно плану Творца, благословения начинают гнаться за нами. Не пытайтесь понять земным умом, как именно это будет. Просто доверьтесь Богу. По Его благодати Он все совершит. Суть закона Моисеева — его точное исполнение. Поступай правильно и получишь благословение. Живешь по закону, поступаешь верно, будешь благословен. Нарушаешь закон, пожнешь проклятие. Но сейчас, когда мы под благодатью, во главе угла не точное исполнение, а правильная вера. Суть благодати — правильно верить. Суть закона — точно его исполнять. Друзья, верьте. Бог хочет наделить нас верным представлением вот о чем. Он способен позаботиться о своих детях. Если, конечно же, дети пойдут по его пути и позволят это сделать. Система была такой. Человек ищет Бога, а благословение ищет человека. Вот какой она была. В чем бы ты ни нуждался, ищи Бога, ведь Бог знал, что нечистый дух, Мамона, будет действовать через вещи, в которых ты нуждаешься. Так Он хочет совратить тебя в грех и контролировать тебя. Послушайте, что Он говорит в 33 стихе. Бог дает право выбрать. Он говорит, «И прежде всего ищите Царство Бога и Его праведности, и это все, в чем вы нуждаетесь, будет прибавлено вам». Иисус говорит, «Это вопрос приоритетов». Вопрос приоритетов. Он говорит, «Если хотите, чтобы я восполнял ваши нужды, не подвергайтесь рабству духом Амонны, отдайте мне первое место. Первое место. Отдайте мне первое место. Вот что я услышал. Если вы сделаете это, то я приложу вам все необходимое. Обратите внимание, у Создателя был план для нашей судьбы, но человек изменил этот замысел, погнался за благами. Бог сотворил человека, чтобы он доверял ему и искал его. Когда мы доверяем Богу и ищем его, то согласно плану Творца, благословение начинает гнаться за нами. Не пытайтесь понять земным умом, как именно это будет. Просто доверьтесь Богу. По его благодати он все совершит. Суть закона Моисеева — его точное исполнение. Поступай правильно и получишь благословение. Живешь по закону, поступаешь верно, будешь благословен. Нарушаешь закон, пожнешь проклятие. Но сейчас, когда мы по благодати во главе угла не точное исполнение, а правильная вера. Суть благодати — правильно верить. Суть закона — точно его исполнять. Друзья, верьте, Бог хочет наделить нас верным представлением вот о чем. Он способен позаботиться о своих детях. Если, конечно же, дети пойдут по его пути и позволят это сделать. Система была такой. Человек ищет Бога, а благословения ищут человека. вот какой она была. В чем бы ты ни нуждался, ищи Бога, ведь Бог знал, что нечистый дух, мамонна, будет действовать через вещи, в которых ты нуждаешься. так Он хочет вратить тебя в грех и контролировать тебя. Бог сказал, «Не хочу, чтобы этот дух тебя контролировал. Не желаю, чтобы ты был его рабом. Ищи меня. Тогда ты не будешь искать кого-то другого. Отдай мне первое место, и тогда ты не поставишь туда кого-то другого. Ищи меня. Поставь меня на первое место, и я займу главное место в системе, которую я разработал». То есть благословения погонятся за тобой. Никогда не гоняйся за деньгами, потому что я уже создал систему под названием «Деньги гонятся за богоискателями». Ваш «Аминь» — это классно, но кое-кто вообще не борется с собой. Да, но... Да, но... Да, но... Перестаньте метаться и скажите «На Бога полагаюсь, верю Ему, Его ищу». Отныне Он на первом месте в моей судьбе. Поиск Бога — вот что главное для меня. Оторопь берет, когда вспоминаешь тех, кто, проснувшись воскресным утром, ставит себя перед выбором, идти сегодня в церковь или нет. В тот же день эти святые бросаются вдогонку за благами. Вроде «Сам себе послужу». Глянь-ка, чем заняты пять твоих друзей, что не пришли в церковь. Гоняйся за вещами. А эти вещи отнюдь не духовного плана. Они гонятся за вещами, потом пользуются ими, но однажды им приходит конец. У этих людей нет вечных благословений, которые посылает Бог, то есть вещей, которые гонятся за вами, потому что вы ищете Бога. Земным вещам приходит конец. Поэтому они денно и ночно ищут новые возможности, чтобы получить благо. Но можно и не потеть так интенсивно. Две ситуации. Вы работаете на износ, чтобы получить благословение, либо зависите и уповаете на незаслуженную вами Божью доброту. Вы до сих пор полагаетесь на свои силы вместо того, чтобы довериться Иисусу. Иисус уже все сделал, чтобы вы получили благо, а вы потеете, работая на износ ради них. Все, в чем вы имеете потребность, уже заготовлено на складе у Господа, а вы выбиваетесь из сил, пытаясь заработать то, что Иисус уже для вас приготовил. Все, что требуется, это довериться Ему. Те люди сейчас дома, гоняются за благами, вместо того, чтобы с нами искать здесь Бога. В церковь мы должны ходить постоянно. Утром я говорил со служителями, «Пусть в церквях будет тесно, пусть в церквях яблоку негде будет упасть». Ведь мы раскрыли секрет восполнения своих нужд. Нужно искать Бога. Говорю вам, «Зачем вы ищете Бога?» Бог тоже ищет вас, неотступно, хочет осыпать благословениями. Здесь есть те, кто думает, «Иисус ищет меня, а я ищу Его. Я бегу за Богом. Я — Богоискатель. А все нужное для жизни дастся мне в придачу». Работаете, выбиваясь из сил, чтобы вам приложилось все потребное для жизни, Бог говорит, что вы боретесь против системы. Вы искажаете установленный им порядок. Ищите Бога. Прежде всего, ищите Царство Бога. Господь же не говорит, что у вас не будет материальных благ. Спаситель не сказал, «Ищи меня, и земного добра у тебя не будет». Но Он говорит, «Отдай мне первое место, и я, зная, в чем ты нуждаешься, добавлю тебе». Поэтому мы должны доверять Богу. Когда приходит успех, не присваивайте славу себе. Это я сделал. Скажите, «Это случилось, потому что Бог добр ко мне, а я не заслужил Его расположения. Да и успех пришел только потому, что я уповал на Всевышнего. Я Ему доверяю. Ищу Господина моего». И Он открывает двери. Как Он делает это, ума не приложу. «Есть много дверей, говорит Господь, у которых стоят, готовые служить, ангелы Мои, чтобы Я их открыл для тех, кто доверяет и верит Мне. К ним Я и буду благосклонен, но не из-за их дел. Есть у Бога эти двери? Есть. Вероятно, вы пытаетесь открыть одну из них. Бог говорит, «Положись на Меня, потому что ты войдешь в эти двери, восхваляя Меня, свидетельствуя о Моем великодушии». Бог говорит, «Я прославлюсь в эти последние дни». Итак, сегодня, скажите громко, «Сегодня я отдаю Богу и Его Царству первое место в своем сердце. Все второстепенно. А Бог на первом месте. На первом месте Бог. Повторите, «На первом месте Бог». Повторите, «На первом месте Бог». Я знаком с людьми из нашей церкви, которым предлагали работу, где зарплата вдвое больше. Они знали, что призваны остаться на своем месте и не пошли на новое. А потом Бог дал им работу с еще более выгодными условиями. Причем в церковь они ходят до сих пор. Людям предлагают работу, и при этом они понимают, «Слава Богу, я продолжаю ходить в церковь, потому что есть церковь из нашего Содружества и в Лос-Анджелесе, или в Хьюстоне». Видите, Христос увеличивает ваши возможности, чтобы Он продолжал занимать главное место в вашей судьбе. Теперь откроем Колоссином. Нет, третью главу притч. Ведь речь идет о почитании. Третья глава притч. Стихи 9 и 10. Третья глава притч. «Чти Господа от твоего чего? И от начатков всех твоих чего? И наполни сожитницы твои, как? И точила твои будут переливаться. Чем?» В расширенном переводе сказано, «Чти Господа от своего дохода и достатка, от трудов праведных». Речь вроде о деньгах. «Как премудр Бог, чтобы Мамонна не совратил вас, и вы не повиновались Ему, нечистому духу, стоящим за богатством, чтобы вы не внимали советам Мамоны. Слушайте Мое слово о деньгах и не подчиняйтесь нечистому духу, что действует через финансы». Вот что говорит Бог. Что такое почтение? «Чтить Бога — значит слушать только Его, а не кого-то другого». Когда мы чтим Бога, Его Слово имеет вес в нашей судьбе. Когда мы чтим Бога, Его Слово стоит на первом месте. Когда мы чтим Бога, Его Слова весомы, мы к Ним прислушиваемся. Никто и ничто да не окажет такое же влияние на нас, как Библия. Итак, Господне Слово имеет вес для нас. Интересно, почему Бог просит чтить Его? Сделать Его Слово весомым для нашей судьбы, а все остальное да отойдет на второй план. Потому что нечистый дух, что действует посредством денег, также говорит с нами. Мы должны принять решение, чтить Божье Слово, а не подстрекательство Мамонны. Бог говорит, «Мамонна попытается сделать тебя рабом, чтобы ты был готов пойти на все, чтобы получить деньги. Я научу тебя обращаться с деньгами, если будешь верить в Мое Слово, а не в слова Мамонны. Слава Богу! То благодаря Мне наполнятся твои амбары, и до вильни будут переливаться новым вином». Бог говорит, «Почтение к Моим словам даст изобилие и переливание через край». Дух Мамонны пытается убедить вас, «Давай, работай здесь, и Я превзойду Бога». А Иисус говорит, «Нет, это обман. Дух Мамонны заставляет тебя думать, что своим тяжелым трудом ты превзойдешь Меня. Но то, что Я собираюсь тебе дать, уже готово». Уважаемое Слово, чти Меня своим имуществом. Разве это не удивительно, что Я дал тебе наставление? Чти Меня своими деньгами, и тогда твои деньги не будут Меня бесславить. Здесь две вещи. Мы или чтим Бога своими финансами, или бесславим Его ими. Либо чтим Бога деньгами, либо бесчестим Его ими. Мы делаем одно из двух. Делаем одно из двух. Мы либо чтим Бога деньгами, либо бесчестим Его ими. Изберите, что делать. Чтобы чтить Бога деньгами, отдайте Ему власть. Пусть Он говорит вам насчет ваших денег. Бесславить Бога вашими деньгами — это забрать у Него власть, говорить вашу жизнь о деньгах, и тем самым чтить нечистого духа, мамонну. Я буду чтить Бога своими деньгами. Буду так обращаться к Нему. Что ты хочешь, чтобы я сделал с этим пожертвованием? Он ответит, и я поступлю так, как Он скажет. Так мы почитаем Бога. Я буду познавать Его всякий раз, когда жертвую, ибо Библия говорит, «Познавай Его во всех путях Твоих, и Он направит стези Твои». Снова познаю, что Бог существует, и скажу, «Полагаюсь на Тебя, верю в Тебя, Боже, и не буду заботиться и бояться, не буду нервничать о своей нужде. Доверяю Тебе и благодарю». Господи, что мне сделать с этим пожертвованием? Куда посеять? Боже, вот 20 долларов. Что с ними сделать? И Господь говорит, «Отдай их мне». Мы должны чтить Бога больше, чем эту двадцатку. Ведь если не почтить Бога этими двадцатью долларами, вскоре вы, возможно, услышите от Него кое-что еще насчет этой суммы. Возьми их, посей, и у тебя будет двести. Будут ситуации, когда захочется отступить от принципов, нарушить Божье Слово. Пока я проповедую, возможно, более 90% нашей страны контролируются нечистым духом, действующим через деньги. И это в большинстве случаев происходит в церкви. Поэтому они отвергли это послание, не хотят его слушать. Оно их бесит. «А, опять в церкви про деньги заговорили. Ага, вот и он, дух мамоны». «Ненавижу этого Крефла-доллара. В церкви о деньгах вздумал говорить. Он ворует деньги у людей. Это мамона, который пытается защитить себя. И не Крефла-доллар, автор этих слов. Бог умеет пошутить. Он через брата по фамилии Доллар даст вам мудрость, убережет от власти долларов, и тогда вы не станете их рабом». Да, у Всевышнего есть чувство юмора. Нечистый дух почти раскромсал нашу страну на куски. Ведь мамона требует стать жадным, себя любимым, а мы этого не видим. Свобода приходит, когда вы слушаете слов Иисуса, а не шепота нечистого духа мамоны, действующего через деньги. Деньги и их зарабатывание не должны быть важнее, чем Бог. Это значит, что если деньги не так важны для вас, как Бог, то когда Бог говорит вам, куда их употребить, вы слушаетесь Его. Ведь эти деньги никогда не будут для вас важнее Бога и Его наставлений. Более того, если у вас нездоровое чувство, локоть начинает скакать. Когда проповедник закроет рот, меняется ваш голос, я изгоняю дух мамоны. Эй, брат, как дела? Нормально. Очень многие люди позволяют мамоне зацепиться своими крючками за их судьбу. Когда же вы повернётесь к Богу со словами «Я всё доверяю тебе, тебе доверяю». Да, но если в пятницу я это не сделаю, то Бог уже был осведомлён об этом. Он уже имел сведения, что будет в пятый день недели. Да, Он был в курсе, что всё это колесо, когда-то запущенное вами, то есть ваши дела по пятницам, колесо проблем, продолжает вертеться. «Всё разрешимо. Повернитесь к Богу, и Он изменит положение вещей». Ведь Иисусу не обязательно иметь наличные, чтобы остановить это колесо проблем. Спаситель управляет ветрами и всей планетой. По Его благодати мы дышим. Это Он положил границы водам, и не перейдёт она их там, где пляжный берег. Мы не говорим о мамоне, а говорим о Боге, Творце всего. Он благоволит, протягивает нам благодать. Он расположен к нам, являет незаслуженную благосклонность. Пусть же в центре жизни будет Он, включая случаи, когда вокруг сплошной туман. Ах, если бы у меня были верующие, что полагаются на Бога. Как вы, что говорите? Я доверяю Ему и не беспокоюсь. Полагаюсь и не волнуюсь. Конечно, волнение приходит, но прогоните его. Беспокойство, и его изгоните. Желание переживать, гоните в шею. Я не сказал, что всё это не придёт. Один брат сказал, «Я не могу запретить птице летать над моей головой, но я не дам ей свить гнездо на моей голове». Не позволяйте негативным мыслям неверия свить гнездо в своём разуме. Вы способны прогнать негативные мысли. Изгоняю. О, Господь, я верю Тебе. Изгоняю. О, Бог, спасибо, что нужды мои восполнены. Пошёл вон. О, Иисус, вы продолжаете трудиться над собой, пока в вас мало-помалу не утвердятся верные мысли. О, да, я верю Богу, доверяю Ему. О, да, всё в порядке, всё нормально, аллилуйя, всё хорошо. Вы засыпаете, доверяя Богу, потом просыпаетесь, доверяя Богу. Как понять, что доверяешь Богу? Когда нет напряжения, беспокойства. Когда просыпаешься, если заберут машину, пусть забирают. Бог даст другую. Пусть берут. Хотят забрать дом, пусть берут. Я не при делах. Всё закончено. Я больше не беспокоюсь об этом. Пойду и сяду, где прохладно. Буду цитировать Писание, ведь я на стороне Бога. Он уж точно приготовил что-то лучшее, чем мне предложили. Мне нужно отпустить старое, и тогда Бог даст то, что я хочу. Иногда мы говорим, «Я устал беспокоиться». Устал. Устал, пытаясь по пробуждению понять, как решить проблему. Устал. Буду доверять Богу. А Бог в вас и во мне. Как кто-то сказал, «Суждено плохому случиться». Пусть. Я с Иисусом. Но не будет этого, ведь с вами Дух Благодати. О, слава Богу! Дух Благодати. Послушайте, когда я говорю о Духе Благодати, я прошу, не молитесь. Не знаю, пригоден ли я для этого. Кажется, я не справлюсь. «Боже, а вдруг я не достоин это сделать? Вдруг не достоин? Не делайте так». Если Иисус стал Господом в вашей жизни, то Бог не будет благословлять вас тогда, когда вы что-то делаете для Него. Но будет благословлять только благодаря тому, что Иисус уже сделал на кресте. Если Иисус — часть вашей жизни, то вы можете рассчитывать на исцеление, на Божью помощь для оплаты ваших долгов и на рост. Вы достойны этого. Достойны. Говорю сейчас, что Иисус делал вас достойными этого. И не спрашивайте Бога об этом. Не молитесь так, будто вы недостойны получать благословение. Или наоборот. «Я молюсь о доверии Богу, потому что, в отличие от других, я жил достойно Его». Да уж, нечего сказать. Нет. Мы стали достойными благословений через Иисуса Христа, благодаря Его крови. Повернитесь к ближнему и скажите, «Ты достоин». Вы наконец-то добрались до своего нового дома, и вам дают понять, что вы достойны Его. И когда вы слышите это, вы кричите от радости. Говорю вам, «Вы достойны получить все, что Бог желает вам дать». Снова говорю, «Вы достойны!» Вы достойны. Вы достойны. Вы достойны. Вы достойны того, чтобы деньги гонялись за вами. Достойны того, чтобы благословения были приложены к вам. Достойны обрести средства для оплаты долгов и получить обратно все, что забрал у вас дьявол. Достойны восстановления. А все из-за Божьей благодати и любви и сладостного общения со Святым Духом. Он-то и покажет вам, как именно действовать. И это случится вскоре. Аллилуйя! Придет Иисус и скажет, «Это принадлежит тебе. Бери и пользуйся!» Что говорит Библия? Что Бог желает благословлять нас и радовать. Что Бог желает благословлять нас и радовать. Что Бог желает благословлять нас и радовать. Позвольте сказать это здесь и сейчас. Бог постоянно стремится творить вам благо и радовать вас. Запомните это. пока не вышли отсюда, что вы служите Богу, который сделал вас достойными, принять благо, которое Он хочет вам дать. Он желает радовать вас, удивлять своей добротой. Благость и милость досопровождают вас во все дни вашей жизни. И я буду обитать в Доме Господа всегда. Я выбираю Иисуса. Я выбираю Иисуса. Я. 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 Колосинам, 3 глава. Слава Богу. Разве Он не благ? Бог знает, как выпрямить любую кривизну. Он не благоприятен, что все что-то плохое. Вот это да. Для меня Иисус — чемпион. Народ, я доверяю Ему. Откройте Колосинам. Я говорил про пятую. Третью главу. Пятый стих. Итак, умертвите, то есть лишите жизни, отнимите силы. Умертвите, убейте земные члены вашей. Умертвите, убейте блуд. Умертвите, убейте нечистоту. Умертвите, убейте страсть. Умертвите, убейте злую похоть. И умертвите, убейте жадность, которая есть идолослужение. Дух Мамонны. Дух Мамонны использует жадность. Она есть идолослужение. Такова цель того, кто стоит за этим Духом. Что есть жадность и идолослужение? Жадность и идолослужение. Идолослужение — это когда уже Бог не на первом месте в вашей жизни, а кто-то другой. Вы убираете Бога с главного места, изменив приоритеты, и заменяете его кем-то или чем-то другим. Библия призывает умертвить этот порог. Бог должен остаться на первом месте. Не человек и не вещь. Пусть Бог будет на первом месте. Поставишь деньги на первое место и ищешь их прежде всего, они становятся приоритетом номер один. И сам не заметишь, как погрузишься в жадность, что есть идолослужение. Ведь Бог уже не самая главная личность в твоей судьбе. Видите, все кричит об этом. Все это происходит, когда мы живем с Богом. Он занимает место шофера в автомобиле марки «Моя жизнь». То есть, он на первом месте. Мы живем в обществе, где так много искушений заменить Бога кем-то или чем-то другим. Благодаря вам, служение Крефла Доллара дарит людям любовь и изменяет жизни более 20 лет. Ваша любовь и финансовая поддержка ощущаются по всему миру. Мы благодарим друзей и помощников служения Крефла Доллара. После того, как мы Take a Hand.